МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале. Час новостей в студии. Аначерных сегодня в выпуске. Гречка уже не хит-продаж. В Омске падает спрос на продукты питания. В библиотеку и на концерт в режиме онлайн. Как полезно провести карантин? Отправили за решетку. В Омске вынесли приговор по делу Станислава Гребенщикова. Сколько времени в колонии проведет бывший вице-губернатор? От надежды на счастье до смертельного ужаса. Он человек. Человек обыкновенный. Такой же человек, как все мы. Омская драма готовит очередную премьеру. В чем необычность постановки? И Мальдивы. То, что доктор прописал. Кошки. Ей стало скучно. И нам прописали прогулки, путешествия. В интернете набирает популярность история хромой кошки Леры, которая объездила полсвета. Ситуация по коронавирусу в нашем регионе по-прежнему спокойная. Ни одного случая заражения не выявлено. На карантине сейчас 2106 омичей. Еще 189 сегодня ночью прилетели чартером из Арабских Эмиратов. Ими сейчас занимаются специалисты. Вернувшимся из Дубая тоже предстоят две недели самоизоляции. 28 человек в стационаре инфекционной больницы с признаками ОРВИ. Всю информацию, связанную с коронавирусом, можно уточнить по телефону горячей линии регионального Минздрава. Всего в России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Все в Москве. По стране сейчас 438 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб. Омичей просят временно отказаться от встреч с родственниками, которые проходят лечение в стационарах. Особенно если речь идет о пациентах-онкодиспансерах. Сейчас посетители буквально штурмуют медучреждения, пытаясь увидеться с родными. Делать этого категорически нельзя. Здесь находятся люди с тяжелыми патологиями. Пройти лечение позже они не смогут. Многие зависят от реанимации и химиотерапии. Для них попадание вируса в стационар может оказаться смертельным. Любое попадание человека инфицированного, это приведет к тому, что пациент уйдет по времени на более длительное расстояние, не получит лечение вовремя. И приведет это к улучшению всех его жизненных функций. В это же время пострадает и медицинский персонал. Потому что мы все знаем с вами прекрасно, что все контакты попадают на карантин на две недели. И в это время врач не будет находиться на рабочем месте, и будет находиться на карантине и не будет оказывать медицинскую помощь. В аптеках в ближайшее время появятся многоразовые медицинские маски. Их сейчас активно изготавливают на швейных предприятиях страны. К апрелю в планах шить до 5 миллионов штук в сутки. Интересно, что среди организаций, которые подключились к производству масок, в том числе и компания, производившая одежду для Олимпийской сборной России. Многразовые маски в аптеках будут продавать в упаковках по 7 штук. Чтобы использовать маску повторной, ее нужно постирать и прогладить утюгом, уточнили в Минпромторге. Добавлю, что в омских отелье уже также начали шить многоразовые маски, но их заказывают не медучреждения, а обычные покупатели. В Омской области упал спрос на продукты. Специалисты заявляют, ажиотаж снижается. В последние дни продажи гречки сократились на треть, риса на четверть. Снизился спрос на пшено и соль. Напомню, на прошлой неделе покупатели в Омске и многих других крупных городах страны запасались провизией и опустошали полки магазинов. Сейчас ажиотаж утих, причин для беспокойства нет. Запасов продовольствия в регионе хватит минимум на полтора месяца. На этой неделе ожидаются новые поставки в крупные торговые сети. Ситуация на контроле у губернатора Александра Буркова. Не допускают в регионе и роста стоимости продуктов и товаров первой необходимости. Добавлю об их отсутствии на полке супермаркета или скачке цен. Можно сообщить на горячую линию по телефону 37 40 05. Роструд тем временем порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленку. Претендовать на такой дистанционный формат работы могут многие, но не всем позволят. Это на усмотрение руководства. В ведомстве также разъяснили порядок удаленной работы во время карантина. Он сейчас на ваших экранах. Пожалуй, один из наиболее важных моментов при изменении места выполнения рабочих задач, то есть при условии, что какой-то период времени вы будете трудиться из дома, зарплата меньше становиться не должна. Умские библиотеки продолжают работать и принимать читателей. В обычном режиме здесь выдают книги. Но в связи с пандемией коронавируса отменены массовые мероприятия. Некоторые из них перевели в онлайн-режим. Сейчас в городских библиотеках устраивают только кинопоказы и мастер-классы для малых групп по 10-12 человек. Помещения регулярно проветривают, а все поверхности обрабатывают дезинфицирующим раствором. Сотрудники перед началом рабочего дня измеряют температуру. У тех же, кто находится на карантине, тоже есть возможность прочесть шедевры мировой литературы. Для этого можно воспользоваться специальными онлайн-ресурсами. Мы предлагаем целый ряд онлайн-сервисов, как то полнотекстовые базы данных на нашем сайте. Хорошей альтернативой является чтение электронных книг. И на сайте нашего учреждения есть такой сервис. Есть информация, что посмотреть, что почитать, что послушать. Во время карантина, впрочем, можно даже оказаться на концерте и посмотреть спектакль в режиме реального времени. Онлайн-кинотеатры предоставляют пользователям промокоды, применяя которые можно бесплатно смотреть фильмы. Некоторые ресурсы даже устраивают концерты в прямом эфире. Также живое выступление «Би-2» в интернете посмотрели больше 2,5 миллионов человек. А многие певцы солируют в собственном инстаграме, параллельно общаясь с подписчиками. Хорошие новости есть и для театралов. Онлайн-платформы транслируют спектакли без зрителей, либо выкладывают записи в свободный доступ. Так, например, на сайте культура.рф можно найти уже прошедшие постановки и спектакли из текущего репертуара московских театров. И словно побывать в первом ряду портера. В одном из изданий Петербурга запустили онлайн-фестиваль без антракта. На площадке лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи. Большинство из них в прямом эфире. Ну а русский музей запустил онлайн-лекции и экскурсии. Сотрудники музеев рассказывают об истории искусств, проводят по залам сокровищницы. Футбольный клуб «Иртыш» не собирается прерывать сбор в Турции из-за коронавируса. Еще неделю команда проведет на берегу Средиземного моря. По возвращении футболистов руководство и персонал ждет 14-дневный карантин. Напомню, российские власти уже ограничили авиасообщения, в том числе и с Турцией, до конца апреля. Однако авиакомпании будут осуществлять так называемые вывозные рейсы, чтобы вернуть всех россиян, находящихся сейчас за границей. Перелеты по России тем временем стали значительно дешевле. Авиакомпании сильно снизили цены. Так, билет из Москвы в другие города и обратно обойдется в 3 тысячи рублей. Перелет между регионами через столицу – 2,5 тысячи с учетом обратной дороги. Открыта продажа билетов на весну-лето этого года. Есть расписание рейсов даже на осень следующего. Авиакомпании признают столь ощутимое снижение цен для них способ остаться на плаву и получать хоть какую-то прибыль. При этом не сами перевозчики и врачи напоминают, сейчас лучше воздержаться от поездок даже по стране и не покидать свой регион, если на то нет острой необходимости. Продолжение следует... Приговор Гребенщиков отреагировал без эмоций. На процесс пришел без сумки с вещами, возможно, надеялся на оправдательный приговор. Всего же на скамье подсудимых было помимо Гребенщикова еще трое его подчиненных. Богдан Масан также отправился за решетку, но на два года. Еще двое получили условный срок. При определении размера наказания суд принимал во внимание, во-первых, роль подсудимых в совершении преступления, во-вторых, квалификацию. Поскольку действия Масана и Гребенщикова были квалифицированы по части 2 статьи 285, то есть более тяжкой статье, как тяжкое преступление, поскольку они занимали государственные должности субъекта Российской Федерации. В целом, мера наказания, на мой взгляд, соответствует позиции государственного обвинения. Однако оценка законности вынесенного итогового судебного решения, безусловно, будет дана в дальнейшем в ходе, по результатам его изучения. В следствии удалось доказать, что осужденные злоупотребили должностными полномочиями. Они перечислили аванс компании, которая реконструировала здание страхового товарищества «Саламандра». При этом знали, что подрядчик банкрот, а работы на объекте уже не ведутся. Сделали это чиновники даже не для того, чтобы обогатиться, а дабы выполнить план и выставить себя в лучшем свете перед руководством. Указанными действиями должностных лиц бюджету был причинен ущерб в размере около 15 миллионов рублей. Денежные средства в бюджет возвращены не были. Кроме того, объект культурного наследия был достроен другим подрядчикам за счет повторного выделения средств из федерального бюджета. Гребенщиков курировал важные для Омской области объекты. Галерку, поликлинику на левом берегу, хирургический корпус детской больницы. Все они вовремя сданы не были. Построить здание удалось, но с большой задержкой. Решение суда пока не вступило в законную силу. У осужденных есть 10 дней, чтобы подать апелляцию. Ни один из них свою вину так и не признал. В Омске лоб в лоб столкнулись две иномарки. Все произошло накануне вечером на проспекте Горолева. Одна из машин вылетела навстречу прямо перед внедорожником, в котором находились женщины с двумя детьми. Передние части автомобиля оказались практически полностью смяты. Столкновение произошло на высокой скорости. Оба водителя, а также 13-летний мальчик и 8-летняя девочка в больнице. Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливают полицейские. Омская область в Общественной палате России будет представлять Ирина Сербина. Она войдет в состав нового седьмого созыва. Ее кандидатуру поддержали омские общественники во время тайного голосования. Ирины Сербину о МИЧИ прежде всего знают как организатора Международного форума социальных предпринимателей Инна СИП. Она действующий член Совета торгово-промышленной палаты. Напомню, срок полномочий шестого состава Федеральной общественной палаты истекает в июне. Сейчас выбирают новый созыв. Всего 168 человек. По одному представителю из каждого региона выбирают местное отделение. Еще четверть утвердит президент. Остальные места займут члены общественных организаций. В Омске все городские автобусы оснастят тахографами. Сделать это нужно до 1 июля, когда оборудование станет обязательным для транспорта, рассчитанного на перевозку более 8 пассажиров. Прибор регистрирует данные о скоростном режиме, маршруте, движении и остановках. И позволяет контролировать режим отдыха и работы водителей, не допуская переработок. Поставит оборудование в Омск нижегородская фирма. Стоимость контракта свыше 8 миллионов рублей. Всего для самого крупного ПТП номер 8 закупят 251 тахограф с системой защиты информации. Больше 200,5 автобусов предприятия уже оснащены такими приборами. Дистанционные мошенники продолжают опустошать банковские счета доверчивых омичей. За минувшие сутки обманутыми оказались 23 человека улов аферистов свыше 900 тысяч рублей. Наиболее распространенная схема мошенничества выглядит так. Неизвестные звания отназываются банковскими служащими и предлагают срочно перевести деньги, которые якобы вот-вот снимут мошенники. В полиции напоминают, коды и пароли никому нельзя сообщать. Причем сотрудники банков по телефону никогда о них не спрашивают. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску смотрите в 19.30. Продукты и лекарства с доставкой на дом из-за пандемии коронавируса волонтеры по всей стране открывают штабы для помощи пенсионерам. В Роспотребнадзоре уверяют, у людей старше 60 риск подхватить инфекцию гораздо выше. Пожилым советуют как можно реже посещать общественные места, в том числе и магазины. Пережить пандемию в четырех стенах помогут добровольцы. Этот проект важен для каждого из нас, потому что у каждого есть бабушка. Моей бабушке почти 70 лет. Кто может рассчитывать на поддержку волонтеров и куда обращаться за помощью, выясняла Екатерина Булучевская. Время будить косолапых. В Большереченском зоопарке сегодня устроили необычный праздник – День пробуждения медведя. Без лакомств хищников не оставили, угощали медом и вареньем. Обычно в этот день посетителям показывают новорожденных медвежат. Но в этом году сюрприз гостям устроить не удалось. Многие медведи до сих пор еще не вышли из пячки. Почему, знает Дарья Шадрина. В Омской драме премьера постановка «Визит дамы» по произведению швейцарского драматурга Фридриха Дюринмата. Во время спектакля все происходящее на сцене будут снимать на камеру и транслировать крупные планы на специальный экран. Камера по задумке режиссера Анджиа Бубеня поможет показать зрителю то, что скрыто от его глаз. Бубенемской публике известен по постановкам Амадей и Август графства Усидж. Почему выбранная им пьеса так популярна во всем мире наш материал. Клара Цаханасьян одна из богатейших женщин мира. Возвращается на родину в захолустный городок Гюлен. Здесь она выросла, встретила первую любовь – бокалейщика Ила. Эту роль исполняет Михаил Окунев. Казалось бы, вот она романтическая линия из прошлого. Как вдруг Клара предлагает местным жителям миллиард в обмен на жизнь Ила. В молодости он обманул ее и бросил. За два часа спектакля персонажу Михаила Окунева предстоит пережить огромный спектр чувств. От надежды на счастье до смертельного ужаса. Он человек. Человек обыкновенный. Такой же человек, как все мы. И, исходя из этого, имеет и положительные, и отрицательные стороны каждый день, каждый час и все прочее. И принимает решения, и совершает поступки, которые неоднозначны. За визит дамы отвечает польский режиссер Ханджей Бубень. В омской драме он сам гость желанный и частый. На сцене театра в 2010 году поставил пьесу «Август. Графство Осидж. Впервые в России». Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска». Сейчас в театре «Всегда с аншлагом» идет еще одна его постановка «Амадей». Ханджей Бубень признается, холода в Сибири его отталкивают, но притягивает теплый, слаженный профессиональный коллектив. Здесь меня связывает действительно очень крепкая дружба с артистами этого театра, со многими. И я считаю их действительно настоящими художниками, людьми, которые очень любят театр, которые знают свою профессию и которые очень преданы своей профессии. Пьесу швейцарского драматурга неоднократно экранизировали. В фильме 1989 года роль Клары исполняла Екатерина Васильева. Все происходящее на сцене омской драмы также будут снимать и транслировать прямо во время спектакля. «Режиссерский ход». Зрители увидят сразу две версии событий – телевизионную и театральную. Какая из них будет правдивая, а также что выберут жители – деньги или человеческую жизнь. Узнаем на премьере. Она состоится 28 марта. Наталья Бельская, Павел Манжос, 12 канал. Омским школьникам рассказали о подвигах контрразведчиков во время Великой Отечественной войны. Передвижная выставка регионального ФСБ побывала сразу в трех районах области – Селькуля, Черлаке и Таре. Посвящена она 75-летию победы. Только за первые месяцы войны на фронт ушли 166 сотрудников Омского НКВД. Они воевали в партизанских отрядах в Белоруссии и даже были частью СМЕРШа – лучшей контрразведки Второй мировой войны. Она просуществовала всего три года, но даже за это короткое время стало легендой. Десятки амичей разведчиков с войны не вернулись. Смысл данного мероприятия в первую очередь – это патриотическое воспитание подрастающего поколения старшеклассников. Также формирование у них правдивого понимания и восприятия органов безопасности в годы Великой Отечественной войны. И последняя жизнь, которой можно позавидовать, в интернете набирает популярность – история кошки Леры. Четвероногая вместе со своей хозяйкой исколесила полмира. Так животное пытаются вылечить. Из-за врожденной травмы лап кошка не могла ходить. Бывшие владельцы выкинули ее на улицу. Там измученное животное подобрала Виктория. Усатую прооперировали, но реабилитация не принесла желаемых результатов. Полноца находить Лера не может, от этого впала в депрессию. Такой вердикт вынес зол психолог. Впрочем, хозяйка не отчаивается и пытается сделать жизнь своей питомицы более яркой. Мы были в Италии. У нас был такой очень интересный трип по всей Италии на машине. И самая дальняя поездка и сложная – это на Мальдиву, на Италии. Девять часов в самолете. Больше всего Лере нравится в Сочи по клинику. Потому что в южных странах есть жарко в шубе. Далее подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Завтра, 25 марта, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Омске в ночные часы 11-13 градусов мороза. Днем до минус 7. В районах ночью до минус 10. В дневные часы 2-4 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова